Джон Пайпер «Страсти Христовы» глава 20 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы избавить нас от пагубного влияния века сего. «Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Послание к Галатам, глава 1, стих 4 До тех пор, пока мы не умрем, если только Христос не вернется раньше, чтобы утвердить свое царство, мы живем в настоящем лукавом веке. Потому, когда в Библии говорится, что Христос отдал самого Себя, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, это не значит, что Он забрал нас из этого мира, а что Он освобождает нас от силы зла этого мира. Иисус молился за нас такими словами «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие Иоанна, глава 17, стих 15 Иисус молился о нашем освобождении от зла, потому что лукавый век – это время дьявола, когда ему дана свобода обольщать и разрушать. В Библии сказано, что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 19 Лукавый назван Богом века сего, и его основная цель – ослепить людей, чтобы они не принимали истину. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 4 До тех пор, пока мы не осознаем свое духовное состояние, мы во власти лукавого века и его правителя. В послании к Ефесянам, глава 2, стих 2, читаем «Мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сами того не осознавая, мы прислуживали дьяволу. То, что мы считали свободой, на самом деле было рабством. Библия прямо обращается к развлечениям, удовольствиям и вредным привычкам 21 века. Читаем второе послание Петра, глава 2, стих 19 «Обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Но в Библии звучит и призыв к истинной свободе. Послание к римлянам, глава 12, стих 2, читаем «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Другими словами, будьте свободны по-настоящему. Не покупайтесь на приманки, гуру этого лукавого века. Сегодня они есть, а завтра вы уже не найдете их. Причуды моды меняются одна за другой. Через 30 лет современные татуировки будут уже не знаком свободы, а несмываемым напоминанием о попытках приспособиться к образу жизни мира. Мудрость этого века – безумие в глазах вечности. «Никто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веке 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом». Говорится в первом послании к коринфянам, глава 3, стихи 18-19. «Ибо слово о кресте для погибающих и уродство есть». Первое послание к коринфянам, глава 1, стихи 18. В чем же тогда мудрость Божья в этом веке? В освободительной смерти Иисуса Христа. Первые последователи Христа говорили, «Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость». Первое послание к коринфянам, глава 1, стихи 23 и 24. «Когда Христос пошел на крест, Он освободил миллионный пленников. Он обличил дьявола во лжи и лишил его силы». Именно это Иисус имел в виду, когда в канун Своего распятия сказал, «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 31. «Не идите за пораженным противником». Следуйте за Христом. Это дорого вам обойдется. В этом мире вы станете изгоем, но вы будете свободны.